Ну и наконец последний, тринадцатый урок по интерфейсу программы SwishMax. Кстати, список уроков у вас находится в ваших материалах. Какие у нас еще панели остались? Ну здесь экспорт, вы уже немного знакомы с этим. В основном оставляем все по умолчанию, здесь в принципе менять чего не нужно. Единственное может быть поменять флешплеер. Каким будет выводиться флешка флешплеером. Дальше тут тоже оставляем по умолчанию. HTML мы можем поменять разве что только Full Size. Это при экспорте разрешить или нет на весь экран. Проще говоря, сделать или нет резиновым сайт. Дальше AVI. Здесь также размеры обычно оставляем по умолчанию. Это те размеры, которые установлены здесь. Единственным может быть компрессор. Программу сжатия поменять. Может быть какой-то кодек. Допустим, DVX-6 или MPEG-4. И звуковой драйвер. Мне допустим, вот этот нужно установить. Какой вам установить? Здесь вы можете посмотреть панель управления. Здесь оборудование звук. Диспетчер устройств. Так, здесь смотрим, какие звуковые карты стоят. Вот я поставил вот этот звуковой драйвер. Дальше GIF-анимацию. Также нечего тут что-то настраивать. FTP. Это вам не понадобится. Вам понадобится вот этот. Контроль. Так, а вот FTP. Здесь ставите конфигурацию. Допустим, вот у меня свой сайт здесь. Это я вам покажу, когда будем уже экспортировать наш сайт. И публиковать в интернет. Дальше панель debug. Здесь показываются ошибки сценария. Допустим, у вас есть какие-то в коде ошибки. У вас тут будет показано. Вот, кажется, и все. Про панель я вам уже говорил в начале. Это по умолчанию, чтобы устанавливались панели. Либо какие-то свои настройки. Можете сохранить или открыть. Здесь скрыть панели. Открывать панели можно также. А сейчас давайте поговорим о вот этой панели. Панели инструментов. Ну, первое вы уже поняли. Это выбор. Второе. Это выбор сап-объектов. Под объектов. Допустим, давайте я что-нибудь создам. Здесь можно выбирать точки. Вы тоже уже видели. Но также можете создавать. Допустим, два раза кликнули. Появилась точка. Либо правой кнопкой мыши. И здесь. Ставить точку там. Сделать ее сглаженную. Либо удалить точку. Дальше инструмент трансформации. Здесь мы можем увеличивать. Допустим, если нажать. Держать нажатый клавишу shift. То увеличиваем симметрично. Можем поворачивать. Тут главное смотреть, какие значки появляются. Вот если сбоку подставить. Вот такой значок появляется. Можем менять его перспективу. А также здесь по центру стоит сейчас. Центр трансформации. Можем его сдвинуть. А также здесь можем им управлять. Поставить любое место центра трансформации. Что это нам дает. Вы уже, наверное, знаете. Это вот поворачиваем вокруг этого центра. Но я считаю, что этот инструмент лишним. Так как те же самые действия мы можем производить при нажатом инструменте выбора. Здесь тоже самое, в принципе. Ничем не отличается. Следующий инструмент это перспектива. Здесь меняем перспективу. Трансформацию заливки я вам уже показывал. Но повторю еще раз. Для этого нам нужно выбрать заливку и градиент. Трансформировать можем только градиент. Вот так вот здесь как-то так вот настраиваем. Как нужно. Если, допустим, у вас заливка радиальная. Можем вот здесь центр вот так вот перемещать. Инструмент Motion тоже показывал. Мы можем управлять движением объекта. Тоже создаются эффекты Movie. Движения. Которые, в свою очередь, мы можем еще и настраивать. Панели эффектов. Либо как-то вот так переносить вот эти точки. Вот у нас шарик бегает. Он создал нами пути. Далее просто линии. Здесь мы создаем линии. И карандаш. Здесь можем просто рисовать. И установить, какая нам нужна сглаженность. По умолчанию стоит 50. Это видно будет, если мы что-то мелкое, допустим, делаем. И у нас рука дрожит. Вот она сгладит. Это дрожание. Ну, это перо. Так понятно, как оно работает. Здесь можем управлять. Этими касательными. Дальше тут и так. Понятно, что за инструмент. Объяснять нет смысла. Здесь мы должны придержать нажатую мышку. И тогда выйдет вот такой список. Расскажу про нож. Он появился не так давно, этот инструмент. Правда, сейчас на этом примере рассказывать особо не о чем. Просто мы можем взять вот так вот. Вырезать, да, допустим. У нас появилось здесь два объекта вместо одного. Один из них мы выбираем. Можем перетащить. Появилась дырка. Этот инструмент нам здорово пригодится, когда будем заниматься покадровой анимацией. Вырезать какие-то картинки. Потом. Так что еще вернемся к этому инструменту не раз. Ну и дальше рука. И зум. Ниже у нас находится вид. Вот, допустим, можем выбрать. Ну там, 100%. Либо, чтобы весь этот. Вся сцена была по центру. Вот эта кнопка по центру. Либо объект. Вот этот выделенный объект по центру. Соответственно, здесь можете сами все это проводить. Ну и последний, который тоже недавно появился. Инструмент. Это добавление компонента сюда, в панели инструментов. Вот если мы нажмем, то видим кнопку добавить компонент. В панели инструментов. Выберу какой-нибудь компонент. Установлю на сцену. И вот мы видим, что он появился здесь. В панели инструментов. Можем много их тут выбрать, какие нам нужны. Часто бывает, допустим. Но для меня лично это тоже лишнее. Ну что ж, вот мы и прошли весь интерфейс программы. От вас, конечно, не требуется все сразу это заполнить. Такой объем информации. Все это будем закреплять наше знание по ходу уроков следующих уже на практике.